Ну вот, дорогие мои друзья, этот район города называется Подгора. Подгора, которую в этом году утопило по самые коньки. Очень много людей осталось без жилья, без крова. Ну вот так визуально смотрится неплохо. Некоторые районы Подгоры расчищаются бульдозерами. Вот как-то так. Здравствуйте, хорошие люди. Здравствуйте, мои подписчики. Здравствуйте, гости моего канала. Старое здание ресторана Ишим. А вот здесь можно увидеть уже новый ресторан Ишим. На пересечении улиц Ленина и Дзержинского. Сейчас они называются улица Конституции Казахстана. И вторая Коммунистическая. А нет, Джумабаева. Макжана Джумабаева. Вот здесь раньше была центральная площадь, на которой ставили новогоднюю елку. Ледяные фигуры, ледяные замки. А сейчас построили вот такой торговый центр. Кромадный. Перекресток улиц Карима Цетюшева и Носертана Назарбаева. Стоит вот такая красивая новая мечеть, которую построили за последние шесть лет. На этом месте когда-то стоял детский сад. Улицы назывались Мира и Карима Цетюшева. А вот на этом углу жила сестра моей бабушки. Они держали кузницу. У них был деревянный дом. И это место помнит меня еще в очень детском возрасте. Где-то в возрасте 4-5 лет. В этом прекрасном здании музыкального училища разместился римско-католический приход. Теперь это церковь. Это здание университета, которое заканчивало... Университета, который заканчивал наш сын. Ну, вот такое здание университета. Рядом был магазин знания. Ну, такой канцелярский, книжный. И вот здесь Макжан Джумабаев. Памятник казахскому поэту. Ну, и цветочки, цветочки, цветочки. Петропавловский железнодорожный вокзал. Памятник Макжану Джумабаеву на привокзальной площади. Галки на нем гнездятся. А вот это здание за Макжаном Джумабаевым когда-то был магазин «Ласточка». Автовокзал. И еще раз Петропавловск вокзал. Ну, вот там с голубой крышей железнодорожный техникум, в котором учился мой сын. второй по счету. И работал мой муж. Первый и единственный. Ну, вот здесь стоит медведь. А тут поилка для голубей. Все это на привокзальной площади. Все-таки это не медведь. Это барс. Потому что у него длинный хвост. Но так-то сразу и не определишь. Медведь или барс. Общежитие железнодорожного техникума. Сам техникум. Учебное здание или административное здание. Ну, автовокзал. Ну, и еще даже живо здание. Старого вокзала, который не работает уже со времен Царая Горуха. В общем, в 71-м году я приехала, он уже не работал. Значит, где-то с 70-го года, наверное, не работает. И этот вокзал мне когда-то впервые показала моя мама. Она тут работала. Областной русский драматический театр имени Погодина. И вот такие мальчики перед театром имени Погодина стоят. Здесь на площади гуляют люди. Очень много цветов. Город Петропавловск, он многоцветный. Вот такие памятники красивые есть в городе Петропавловск. Вечный огонь. Великая Отечественная война. Один из самых любимых магазинов города Петропавловска еще с наших времен. Ну вот, как-то так. Очень много появилось новых мечетей по городу. Есть одна самая большая в конце города. И есть небольшие мечети. очень красиво и чисто. Казахский драматический театр имени Сабита Муканова. Норманс. Норманс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И еще до школы Правда, недолго Когда-то вот по такому свежему асфальту Я со своей подружкой Бегала на каблуках Из катушек из-под ниток Деревянные катушки Привязывали на пятки А на улице Кирова укладывали асфальт Но это было в диковинку И мы, конечно, дети бегали тут По свежему асфальту Сейчас мы подходим к центральной почте Города Петропавловска Или главный почтамт Раньше здесь даже висели часы Над входом в почту Здесь был и переговорочный пункт Это был центр, почтовый центр Города Петропавловска Вот это здание областной больницы В североказахстанской Строил мой муж В 73-м году Он был тогда еще студентом-практикантом На практике Конечно, за это время изменилось все Поменялся центральный вход Но здание все-таки То же самое Городская школа номер 7 В этой школе училась наша дочь Последний год Перед отъездом в Германию А выбрали мы эту школу Только потому, что в ней Преподавали немецкий язык Это не центральный вход в школу номер 7 Центральный вход был с улицы Мира Сейчас она улица Назарбаева Ну вот, как-то так А вот это городская водонапорная башня И с ней у меня очень есть яркие воспоминания Когда мы приехали с моей мамой В 71-м году в город Петропавловск И были на колхозном рынке То мама запуталась В какую нам сторону идти И она мне сказала Смотри водонапорную башню А я видела только телевышку И я ей показывала телевышку Она говорит Да нет, башню Мама тогда не могла понять Что за крышами уже многоэтажных домов Башни не видно И вот она мне объясняла Что за башня А я не могла понять И вот это вот Как раз врезалось в нее в память На долгие годы С тех пор Прошло уже больше 50 лет А вот здесь была блинная Очень вкусные блины пекли Замечательная блинная Известная на весь город Здесь можно было забежать И быстренько перекусить Вот здесь вы видите Целый комплекс старинных зданий Когда-то в нем В этом здании Располагалось управление Городской фабрики Инпашива одежды Это значит Что здесь было управление Всех ателье города И здесь работал мой дядя От самого начала И до самого конца Когда-то Раньше это называлось По-моему Артель инвалидов Вот так Такая красота Что-то там идет ремонт Ну что дорогие мои друзья На этой прекрасной ноте Я с вами прощаюсь До завтра До новых волнующих встреч А вам здоровья Здоровья, счастья, удачи Всем пока-пока Астана провожает нас со слезами Субтитры сделал DimaTorzok